Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 728. События дня. Филипписам 1, 28. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сия от Бога. Посмотреть документальный фильм «Реформация» 500. Позднее как люди уверовали в Бога, потом стали протестантами, там услышали. А потом Бог открыл им истину, и они стали православными. И вот тут у меня переписка. Малыш Роман, здравствуйте. Можно ли на ваш адрес получить посылку? Если да, то дайте точный адрес почтовый. Спасибо, Господи. Ну, потеряю здесь это ничего особенного. Я вам напишу. Мой адрес 656 056, город Барнаул, улица Ползунова, 6. Пащенко, Владимир Александрович. То есть на Володю он ходит, получает, я не хожу на почту. Малыш, Роман пишет, конкретно зашестерили. Это что зашестерили? А вот смотрите, вот буква 6, я сейчас буду выделять. Вот он её сразу выделил. Зашестерили вторая шестёрка, 6. И почтовое отделение 56-ое. 6 совпало. Всё, каю, камба. Зашестерили 666. А мы не знали. Всё, печать обнаружена. Как бы нас он не бросил, брат Роман, за то, что мы уже приняли этот чип. Или, как сказать, дурь эту. Александр Чойнак пишет. Игнатий, мир вам. И хотел спросить, когда появится видео с нашей беседой. Это из Молдавии новый человек. Я вас не тороплю, просто смотрю. Нету и думаю, может забыли. Телефон готов к высылке, прошу дать адрес. Я отвечаю, на этой неделе может быть. Какой адрес? Вон. Адрес, куда выставить вам телефон? Я вспомнил, я говорил, что приехал сюда. У меня стационарный телефон. 24-38-46. 24-38-46. Ну, его ещё тут. Перед этим нужно написать. Сейчас я скажу, какой. 385-2 на Барнаула. 385-2. Ну, нет, это не нужно. И у меня интернет от телефона. И вернулся. Большинство номеров, которые здесь по шестёрке. Шестёрка не набирает. И всё. Сейчас попробую ещё. Шесть. Сразу сбрасывает. Только шестёрку набрал, сбрасывает. Я сказал, что-то может сделать надо. Он ничего не стал говорить. Купил телефон. Вот так-то да. Я ему отвечаю. Первый раз мы с ним встретились в этом. Ну, в интернете здесь. По скайпу. Это категорически запрещено всем-всем. И непрямую вернётся туда, откуда пришёл. Телефон тут проверят. Я всем категорически запрещаю что-то мне высылать. Не хожу на почту. Благодарю за внимание. Ну, сейчас, чтобы это было видно, что у нас такой разговор идёт. Сейчас я где-то ещё инаку. Посмотрю, вот он где. Что-то он ещё писал. Вот. Я ему пишу. Он отвечает. Хорошо, как скажете. Спаси вас Бог. И благодарение за ваш пыл и труд. Ваше горение заражает и других из-за этого. Спаси вас Бог. Я ему отвечаю. Спаси Христос. Он отвечает. Благодарю. Но это не всё ещё. Я вижу, что можно что-то сказать ещё. Хотите вопрос? Копите вопросы, пока есть возможность. Ну, какая возможность? Ну, пока я тут живой. Пока что. Он отвечает. Он отвечает. И почту за честь с вами проговорить ещё раз. Буду копить. То есть, вопрос он будет копить, Александр. Вот такое дело. Это с утра пораньше сегодня. Ну, сегодня это уже 11. Это и она. Вот так. Ну, что показать нужно? Вчера воскресенье было. События какие? Всё так же. В 4.40 встаём. Помолились. Молитва воскресенье краткая. 100 поклонов. Ну, и всё остальное. Всех поминаем. Как обычно, за всех молимся. Поминаем и Патриарха, и Папа, и всех правителей. Новых и старых. И даже который ушёл на покой. Папа. Венедикт. И его поминаем. Мы всё время. Бог разберётся, как. Мы не молимся. Он скажет, вы еретик. Ну, ладно, я еретик в ваших глазах. Но для себя-то я не еретик. Я просто написано, молитесь. За всё благодарите. Ну, утром тут я вижу, приходит уже 8 часов у нас богослужения без батюшки. Сразу после этого собрания. А собрание-то мы сказали, что следующее воскресенье, 17 декабря, у нас памятная дата. Собрание особое будет. Друзей пригласим, кто был. Вот эту территорию я получил после освобождения. Прошло время, когда я из лагеря вышел по Милам. Вышло по Миламе 15 марта 1987 года. 210 политзаключённых вышли. Осталось всего человека 2 или 3, которые не согласились выходить. Я знаю таких людей. Владимир Русак среди них был. Мы подписали, что мы этим не занимаемся. Я не политик-то, а он не подписал. Я оставили ещё. Подержали, а дальше сколько держать-то? Выпустили. Выпустили. И всё. Потом в Америку уехал. Ну, а теперь 25-го уже выпустили меня. А потом я тут начал хлопотать. Потом пришла реабилитация. Реабилитация задержалась до 92-го года. И я начал судиться с ними, что у меня конфисковали. И 11 лет шёл суд. 11 долгих лет. Ещё до реабилитации я начал с ними судиться. И выиграл процесс. Ну, вырешили одну двухсотую часть только того, что было. 11 миллиардов иск был на такую сумму. Это вообще большая сумма была по тем временам. И вот когда уже выиграл, и эта малая сумма там, 56 миллионов, они платить нет денег. Опять же, и хорошо, что нету. Мы стали беседовать, ну как, хорошего исполнителя судебного пристава. Бог дал женщину. Она просто, я, говорит, арестовываю. Имеет право арестовать все счета города Барнаула бюджетником. Потому что никто не получит, пока не рассчитаетесь с Лапкиным. Ну, и тогда у нас начались переговоры. Участвует глава. Делали как-то ответственным главу железнодорожной администрации Петрова. Он вице-мэр теперь Юрия Петровича. И городскую администрацию. А тут глава администрации был Баварин Владимир Николаевич. Я предложил рассчитаться недвижимостью. Нам негде было молиться. Негде. Мы уже зарегистрировали общину. Она была от Русской Православной Зарубежной Церкви, РПЦЗ. Мы никогда не были в Московской Патриархии. Никогда. Ни одного дня. Сразу регистрация была РПЦЗ. Так что, ну, особое положение у нас было. И тогда вот мне тут предлагали разное. Я тут чуть маху не дал. Что, дескать, давайте мы вам дадим на 50 лет в аренду. А у нас негде было молиться. И я какую-то секунду только подумал, что, а может быть, действительно тут и из-за этого... Ну, не больше, ну, 2 секунды я так думал. Я по сей день себе не могу простить то, что я так подумал. Это сатана просто подошел и сунулся мне. А ты представь, я говорю, я буду строить, тут что-то добавлять. И каждый день знать, на день меньше. До 50 лет-то я и не проживу. После меня люди будут жить и думают, что он думал-то? Как это так? Дом-то не принадлежит. И тогда в частную собственность мне это передали. То есть я хозяин за мировое соглашение, что пересуду не подлежит. Ну, проще, то есть, все как надо. И мэр города был мне очень-очень близок, а он, мэр, входил в десятку лучших мэров Российской Федерации. Баварин Владимир Николаевич, можете зарядить, посмотреть в гугле его. Ну, просто замечательно было. Ну, и у него был советник один, он в Афганистане был, общинник Владимир Петрович. Советник, так и назывался. И он, а тут имущество города, которое всеми зданиями заведует один человек. Вот, Слуцкий, Леонид. И вот мы, значит, приехали. Едем дорогой, в машине сидим. Машина мэра города, меня ведут сюда. На месте все, чтобы передать. А он рассказал про меня, видимо, что это Владимир Петрович, общинников-то. Ну, у нас тоже хорошие отношения были. И вот Баварин, а он был до этого партворк моторного завода при советское время. А здесь, ну, просто я не знаю, кому как. На всех, говорится, и Бог не угодит. Ну, хороший человек. Просто хороший. И вот он вывернулся на переднем сиденье, а я сзади. И пока мы ехали тут от городской администрации, он так и сидел. Сидел, улыбался. Это вы в моем городе живете, а я вас ничего не знал. А ему документы обо мне представили. Вы в аналог города войдете, так сказать, ваше имя будет вписано. Ну, мне до того удивительно. Какое имя? Кто я такой там? Ну, я вон такое написал мне письмо. Оно у нас висит здесь. В книге «Для Слова Божия нет уст». Она, это книга из одних документов почти что. И там его есть. Я рад за вас, что у вас теперь место встреч и молитв будет. Желаю вам гордо нести крест. Ну, так, слово «гордо». Ну, как он понимал, так и, так сказать. Потом несколько раз приезжал, посмотрел, как у нас алтарь установили. Все, и он трагически погиб. И я никогда не хожу на похороны. Далеко где-то. А тут я пошел во дворце спорта. Он там был. Ну, и там все время фотографа фотографировали. А на главную страницу газеты поместили снимок, где я иду мимо гроба. Почему они именно это... Видимо, так это было им необычно. Ну, я шел, и я когда узнал, что с ним беда случилась через несколько часов, я названил до полдвенадцатого ночи, наверное, узнать, верующий он был или не верующий. Хотя мы говорили, я ему о Боге говорил, но близкого так свидетельства не было. А как бы по случаю где-то. И наконец узнал, да, был верующий. Да, вот он ребенка держит, кажется, внука или кого-то крестил. Крестили у него. Ну, я тогда помолился за него. Хотя в конце сказал, прости, Господи, если не угодно, моя молитва. Ну, человек это много сделал. Припомни его добрые дела. Это я говорю о доме, дом, где мы молимся. А до этого мы скитались, почти в аренду брали. Рядом были богатые люди, там в подвале молились. Подвальное такое, полуподвальное помещение. Ну, вот. И мы у нас 17 декабря, будет здесь 20 лет, как совершена первая литургия. Я с батюшкой не говорил еще. Может, кого-то пригласить с патриархии, не знаю. Без батюшки я ни одного шага не делаю. Он главный. Что касается церкви, храма, это его прерогатива. Главный он. Ну, вчера у нас день этот был. Все это на собрании обговорено было уже. Ну, вот тут что-то лежит. Это уже тут не отнимешь никак от нас теперь. Все. Хотя враги буквально литовали, что-то нам дали, государственные имущества. А это тут был дом участников афганских сражений, там, в горящих точках. Они тут только ремонт начали или что-то, вот и как. Ну, хорошо все сделано было. Решетки, железные ворота. Ну, назначение-то другое было. Это один домик для них был. А второе, это освод, спасение на водах, спасательная станция. В общей сложности, как если в жилое перевести, 226 квадратных метров. И 13 соток вся территория в ограде занимается. И оформлять очень трудно. В течение года приходят, замеряют опять платить деньги. Я не заплатил ни одного рубля. Баварин Владимир Николаевич, мэр, глава городского самоуправления, как его называют, он везде звонок. Он очень уважаемый был всеми. Неподражаемый был. Даже когда он, ну, он помог мне везде позвонит, и с меня деньги не брали. В знак уважения к нему. Он давал каждый год там в театре, в старом театре, драмы или сатиры, не знаю. И давал ответ перед жителями, которые были приглашены на это. Отчета проделывали о работе за год. И меня пригласили. Пригласили. А потом, интересно, тут же меня в городской администрации, кто-то из помощников спросил, вы были? Ну, я говорю, вы видели, что я был? Он смеется. Ну, и как вы скажете, как он? Ну, я еще сказал. Знает человек, что сказать на своем уровне. Я много времени общаюсь с людьми, везде проповедовал, и видел, как он подходит, кого награждает, когда улыбнуется. Ну, у него все поставлено. Да и сам он у себя такой не пузатый, ничего, а просто нормальный, хороший человек. Мы за 11 дней до смерти встретились в подъезде городской администрации. Я захожу, он с каким-то мужчиной пониже его роста выходит, и встретились. Он как всегда обнимет меня, хлопнет, и... Вот, там ректор всегда поцелует, а этот просто так, и рядом к другому. А вы знаете, кто это? Да это же Лапкин. Да тот что там? А тот говорит, ну, я в Кемера живу, я не слышал про Лапкина. Ну, что он там слышал-то? Тут Барнаули-то соседи не знают. Да он же коммуну построил, что коммунистам не удалось. Коммуну построил, коммуну построил, потеряю. Но он по партийному говорит, а сам смеется. Дорога едет, где видит меня. В машине едет. Из машины руку высунет и помашет. То есть у нас были очень теплые, хорошие отношения. И это... Он обязательно был приглашен. Прокурор края, Параскун Юрий Педорович, это генерал-лейтенант. Вот, не можем найти, где он на пенсию ушел. Пригласить, потому что они помогали. Вот все это, чтобы я получил этот дом. Вот, вот как все у нас было. Это следующее воскресенье. Мы... Будет собрание. Ну, там, конечно, и обед праздничный, и все. Вот. Я хочу сказать, события какие. После того, после собрания вчера у нас больных было много, больных. Тут какая-то эпидемия или что. Ну, люди щихают, кашляют, болеют. Ну, я про это тоже немного сказал. Наши никогда родители не лечились. Жили нормально, питались нормально. И все, больше ничего не было. Никогда не видели, чтобы отец кашлял или щихал. Вообще не видели. Никогда, ни разу. Мама, бывало, один раз заболела. Она один раз за все время. И то она проболела в общей сложности, ну, не больше часа. На печку загрузку залезла. Это картошка. Сварил картошку, воду вылил. Накрылся там шубой, там, чем. И сидит, продышался. На печку опять. А если такие дни, то грудь помажет бараньим, внутренним салом. Вот такое все было. Да еще с кипяченым молоком. Все лекарства. Никаких капель никто не знал. Вообще никто не слышал. Врача никогда не было. И фактически, вот мне 79-й год, но я еще ни одной таблетки не съел. Я попутно хочу сказать. То есть, надо жить нормально. Вот, значит, начать диета какая. Наша мама говорила, есть что душе твоей хочется. Душе. Ну, то есть, пост соблюдая. Ну, а ты хочешь это, так, ну, ешь там брюкву или свеклу тебе надо. Не надо это записывать и проще это. Это я все попутно говорю. Ну, а потом, что пообедали, песнопение, там пообедали в трапезной. И потом у нас были занятия. А потом братья, кто на благовестие, кто куда-то по своим делам. А я дома, дома. Опять же, у меня тут интернет. Успеваю посмотреть несколько роликов. Вот Сергей Новиков работает уже над добротолюбием. Присылает. Я тут эти доделываю, что надо. По папкам и дальше выставлять. Пять томов добротолюбия будет. Теперь я ему сразу передать хочу Григорию Диченко. Четыре книги я насчитал. То есть, аудио. Аудио файлами. Это сотни файлов новых будет. Сотни роликов. Если оно в интернете, чтобы один человек выставил вот столько. Пять томов добротолюбия, 12 томов жития, 12 томов златоуста, Библию. С неканоническими книгами, архипелага, гулага. Еще много чего. Две с половиной тысячи часов. Это все на нашем сайте. Поэтому я благодарю Бога. В последнее время тут Сергей Евтушенко тут помогал. Новый. Все Сергей. Сергей, Сергей, Сергей. Вот так прошел наш день. Ну и показать, как наши ресурсы. Это вот, пожалуйста. Это вот здесь. Все, что на YouTube выставляю, это я выставляю 10 роликов каждый день. По 10 роликов. И переношу потом на мой мир. И вот она сама система потом выстраивает их. Здесь мой мир, я считаю, лучшая система. Никакие одноклассники, ВКонтакте, Твиттер и Фейсбуке, живые журналы даже сравниться не могут. Настолько это прекрасная система. Укороченная. Она была лучше, которая сейчас была в 100 раз, примерно, лучше. И 1% от той осталось, не больше. И несмотря на это, она очень удобно пользуется. Благослови, Господи, людей, кому она принадлежит, я их не знаю. Ну а дальше что? Форум наш. 1600 тем. Мы больше чем в среднем 270-300 посетителей за день. Мало, конечно. Мало. Вот сколько время прошло, это же не просто так. А у нас подписаны только 771, зарегистрированы. 771. Зарегистрированы. А за сколько это время? Ну а я же оформлю, говорю, 2863 день. Вот тут вот разделили на 365, что тут получится, сколько лет. Ну лет 5-то уже есть. То есть мало. И вот наш видеоканал. Вот. Открытым оком. 9 726 подписчиков. И просмотров. 9 633 142. Вот тут кто-то зашел один, я сейчас открою. Вот здесь колокольчик. Ну если ругаются, но я не виноват-то. Галина Загуляева пишет. Все тут она пишет, сейчас посмотрим. Это вчера, где они, в собрании. Галина Загуляева. Галина Загуляева. На карту Сбербанка. Карта привязана к номеру телефона. Галина Загуляева. Пожалуйста, с перечислением отправьте сообщение. Назначение платежа на лечение Насти Дробот. Если такой способ перевода для вас неприемлем, свяжитесь, пожалуйста, со мной, и мы с вами обсудим другие варианты. Со мной можно общаться, связаться. Тут она говорит телефон. Поэтому же номер телефона. Или в соцсетях, мой мир. Еще, еще раз сердечно благодарю вас, храни вас, Христос. Ну, Галя, это член нашей общины. Вчера мы много об этом говорили. И где-то кто-то как-то, поступившие деньги, я не знаю, я не расслышал, не знаю ничего. Хотели на кого-то другого. Она сказала, нет, только на Насти Дробот. Вот это я понял. Ну, собрание это прослушать, вот оно где. Вчера у нас было собрание. Здесь, вот как порядок всегда какой. Вот заходят. Ваня Дробот идет, сын ее впереди. Ну, а тут уж Никитушка наш. Вот занесли, вот Василий, Вадим. Теперь люди заходят. Вот оно что. Вот Еремия, фамилия имею его. О, пожалуйста. Виктор Андреевич врач и Сергей Пупков занятия ведет. Николай Крущина, шофер, который ездил с нами до Португалии. Вот тут идут уже дальше другие люди. Татьяна, это старшая сестра общины. Татьяна Кузьминишек-Апгустина. И вот тут мы как раз это обсуждали. О болезни, болящих. Ну, ладно. Это мы разобрали. И, значит, видеоканал наш, вот это сказать про него. Все время сейчас выставляю. Архипелаг ГУЛАГ. 14-й номер уже выставил. Полностью 12-й томов. Золотовый том уже 12-й раз выставил. 12-й и Библия. Библия уже 14-й номер. Вот она, левит идет. Моим голосом начитано было в прошлые времена. Закончено начитывание было, очевидно, в 80-м году. В 80-м. Ну, получается, 37. Да, так получается. К 80-м. То есть, раньше немного начитано было. Ну, вот наш библейский православный, библейский сайт православный. Тут вопросы, ответы. Вот я сейчас возьму немного. Вот сегодня я сколько набросал здесь. Это одна зашла женщина. И почему-то мы потеряли друг друга. Это стихи, которые ей я высылал. Я их тут постараюсь людям потом сообщить. Дать. И вот сейчас возьмем один из вопросов о государственной власти. Вопрос 2828. 14 том, открытым оком. Евангелие от Иоанна 1.12. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть бы чадами божьими. Это ко мне вопрос. Я за кафедрой стою в университете. Почему применяется слово «власть» понимать так, что дал возможность? Ответ. 242 раза Библия касается темы власти. И каждый раз говорит о владычестве, о господстве. И нужно по полной программе уметь пользоваться этой властью. И чтобы окружающие видели, что за нас пребывает сия парадигма, помазание, что мы являемся отражением Отца Небесного. 1 Маховейская, 10.6. И он дал ему власть набирать войско и приготовить оружие, приготовлять, чтобы быть союзниками его. И велел отдать ему заложников, которые находились в крепости. Не уничтожить, не расстрелять при отступлении, как советская власть делала. 2 Махов, 17.2. Определенное число дней и время дал он им. И дал им власть над всем, что на ней, на земле. 2 Махов, 17.7. Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. Марка, 3.15. И чтобы они имели власть исцелять от болезни и сгонять бесов. Марка, 13.34. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал превратнику бодрствовать. Лука, 10.19. Все даю вам власть наступать на змея-скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Соответственно, власти сына царя и действия должны быть и поведения неброшенного сироты и беспризорника. Мы, христиане, являемся полномочными представителями Югова на земле. Все, а не только священцы, на суде Божьем может оказаться так, что те, кто сегодня в мантии, окажутся бестоковой, а кто был в рубище, будут одет в царственное одеяние. Может быть, но это так было уже, описано. Ниемя, 13.29. Воспоминим, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левицкий. Это сегодня священники. На машине пьяные давят людей, и чего только нету. В церкви все исказили. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священца святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 1 Петра 2.9. Новые роды сбранные, царственные священцы, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Власть простолюдина христианина есть радость в духе святом, что он искуплен от ада и принят отцом. Проявления сыновства не временные, а постоянны словом и делом. Матфея 5.16. Так да светит свет лаваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. 1 Петра 2.12. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Римлянам 15.16. Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освященным Духом Святым, было благоприятно Богу. Безбрежный океан из космоса чуть виден, сама Земля песчинка и менее того. Пусть кто-то оскорбил, прилюдно нас обидел, но бросим взгляд извечности, и нет там ничего. Земная радость буйная в томление погружала, вершиной мнилась стать за многие готруды, но под покровом ночи в пяту вонзилась жало, программа может золото и террикон руды. Красавица состарится, и дети перемрут. Пожар, воры и ржавчина оставят без машины. Все дачи конфискуруют, и нищим станешь вдруг, из тысячи гектаров оставят два аршина. На пенсии есть время в достатке к размышлению, о прошлом и о будущем приводят к раскаянию. Что у семьи работы жил в рабстве словно пленник, свободы обладая, прожил как охаянный. Да было ли великое хотя бы на понюшку, в чем не раскаиваясь, внукам смог поведать. Где ж прямо шел, по совести, свой путь не извелюжил, талантом послужил, с трудом пришел к победе. Из вечности взгляни, иных не завини, свои ошибки тщательно рассмотрим. Кто к телескопу времени да с разумом приник, тот не злодей себе, а будет пастырь добрый. На пожелтевших снимках башки сидят, стоят, вернее, по гробам уже распределились, как исходились лица в исходе у вояк, гнилье и черви там, где обретались лица. Я беден, дальше некуда, но сыт, одет, обут всегда. Богатым не завидовал, лощеным олигархам. И представляю, их на нарах, кто сидят, их жизнь и состояние дешевле горсти праха. В аду богачи евангельские уже который год, и братьев пять беспомощных, так где же их богатство? Никто к таким с молитвой на помощь не придет. Пусть буду нищим лазарем с надеждой на царство. 5.11.2005 года Кто-то следит за вашими видеороликами. В одном из своих интервью отец Владимир Головин, город Болгар, упоминал обо мне весьма положительно, когда отвечал на вопрос, не подходит ли к нему гордость. Мы здесь у нас в ежедневной молитве поминаем и его имя, прося у Бога ему мудрости, спасения и вечности, чтобы Господь, Бог, сохранил его от клеветников и всякого зла, чтобы Владыка мира Иисус Христос всегда даровал духовное рождение свыше, Иоанна 3.3, И водительство Духом Святым во всей жизни, Римлян 8.9, Ему и всей пастве. Если его сердце расположено к нам, то пусть бы и он молился о нас так же, как чтобы все мы с радостью и всегда исполняли волю Божию. Мой родной брат отец Аким, 35 лет, партнереем. А Владыка здесь митрополит Сергий Алтайский, и Барнаульский, и Ванников, и Аштец. Вот, Бать, зайти в Алтай, пожалуйста. Показать. Ну вот на этом сегодня все.